Казахстанские месторождения впервые проданы с аукциона. После вступления в силу закона о недрах недропользования, права на добычу полезных ископаемых продаются с помощью открытых аукционов по английскому методу, то есть на повышение стоимости. Один из них состоялся сегодня. Итак, стартовая цена 991 тысяча тенге. Аукцион организовали прямо в здании Министерства по инвестициям и развитию. Победа в торгах дает право на недропользование. 120 миллионов тенге. 130 миллионов тенге. Заявлено 49 лотов. Из них 22 золотых рудника, 16 месторождений цветных металлов, 9 редких и еще 2 самоцветных камней. Но оказалось, бизнесменов больше интересует золото. За него предприниматели готовы отдавать сотни миллионов. 240 миллионов тенге, 2. 240 миллионов тенге, 3. Продано участник по номерам 5. Только что продано месторождение золото Мастубе в Карагандинской области. В ходе торгов цена выросла в 240 раз. И пока победитель обдумывает, не просчитался ли он при покупке, другие все же справляются с эмоциями и рассказывают о своих менее дорогих приобретениях. К примеру, этому победителю участок, задержащий золотую руду, достался за 10 миллионов тенге. Эта площадь, она находится в пределах, практически граничит с контрактной территорией нашего предприятия. Поэтому я и говорю, что для расширения этой серевой базы мы приобрели этот участок. Стоимость месторождений Наурызбай и Алтынсай в Карагандинской области дошла до 280 миллионов тенге. Это рекордная цена за участки сегодня. Из заявленных 49 продан 41 лот, потому как представители некоторых компаний-покупателей на аукцион не пришли. Тем не менее, в министерстве уже подсчитали, какой доход госказне принесла такая распродажа. Мы видим, как в открытой борьбе прозрачное государство выиграет почти в 10 раз больше полтора миллиарда тенге. Плюс, каждая компания будет инвестировать в геологоразведку, создавать рабочие места. И мы этот процесс, можно сказать, только начинаем. Уже в следующем году мы выставим еще 100 участков месторождения. Я думаю, что в ближайшие годы это будет, можно сказать, ренессанс таких новых инвестиций, малых компаний, джуниорских в этой сфере. Министр также уточнил, что месторождения все-таки остаются в собственности государства. С победителями торгов подписывается временный контракт на использование недр. Помимо казахстанских компаний, в аукционе могут участвовать иностранные. Продажу прав на недропользование в министерстве планируют проводить каждые три месяца. Иван Тулинов, Ерлан Наурезбаев, 24КЗ, Астана.